Всем привет, уважаемые зрители! Сегодня небольшой обзор участка ремонта трассы Симферополь-Алушта-Ялта. Мы сейчас будем обозревать участок в районе села или поселка Малый Маяк. Вот эта вот развязка, она ведет на карьер возле поселка Малый Маяк. Вот мы сейчас едем в сторону Ялты. Справа уже можно видеть новую подпорную стену. Она уже почти готова, но есть еще участки, где не демонтирована опалубка. Временно движение осуществляется по двум полосам. Вот видим временная разметка. Здесь еще видна старая стена. Идет процесс устройства новых подпорных стен. Параллельно идет замена опор контактной сети троллейбусного маршрута, самого длинного в мире. Здесь идет замена дорожной одежды, замена покрытия. Уже справа и слева новое асфальтобетонное покрытие можем видеть. И слева видны новые опоры контактной сети. Потом видно перепустят движение на правую часть и как-то будут менять и те опоры тоже. Идут земляные работы. Идет еще замена водопропускных труб. В целом проект предусматривает ремонт всей трассы. Но пока что идет он на некоторых участках. Срок завершения работы двадцать четвертый год. Конец двадцать четвертого года. И бюджет этой всей операции около девяти миллиардов рублей. Попутно перестраиваются разные коммуникации, которые пересекаются этой трассой. Сейчас мы уже едем по правой части. Левая часть подвергается ремонту. Справа также видна новая подпорная стена. Слева видны старые опоры в перемешку с новыми. Опоры контактной сети. Вот еще новая опора. Это подпорная стена. Старая тоже будет переделываться, скорее всего. Но сейчас мы заедем на обед. И продолжим. Все. Едем дальше. Вот сейчас мы проезжаем поселок Малый Маяк. И сейчас мы доедем до конца как бы всего участка работ. Тут будет вот один длинный участок и за ним еще будет еще один небольшой участок. Но пока что на данном отрезке это все, что есть. Позже мы конечно же покажем предыдущие участки от Алушты и даже от Симферополя. Но это будет позже. Вот справа видна новая подпорная стена еще одна. Слева видим технику, которая занимается устройством слоев дорожной одежды. Это выезд с поселка Малый Маяк был. Или он был ранее. Но тут их несколько этих выездов вообще. Вот фреза стоит. Ну фреза скорее всего работает в темное время. Возможно предназначена для работы именно на открытых участках трассы. Потому что здесь вроде как везде уже новое покрытие. Вот мы проехали один из участков. Такой протяженный. И сейчас мы попадем на другой небольшой участок. Там, насколько я помню, идет работа по устройству подпорной стены. Тоже организована временная схема движения. Вот едем под троллейбусные провода. И вот он новый участок. Мы чуть дальше проехали от поселка Малый Маяк. Здесь вот идет процесс по подпорной стене. Видимо палубка. Ну и здесь видно старое дорожное покрытие. Еще даже незамененное. Хотя вот тут по левой части уже выглядит как новое. Но надо понимать, основные работы сюда еще не добрались. Сейчас пока занимается подпорной стеной. Ну в общем на этом на сегодня все. Далее посмотрим в следующих видео более подробно всю трассу. Ну пока на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.